Чувашский государственный драматический театр отмечает 100-летие. Сегодня здесь прошел торжественный вечер. С места событий Дмитрий Ковалев. Не так живи, как хочется. Спектаклем именно по этой пьесе Александра Островского открылся первый сезон Чувашского драматического театра. Сто лет назад его труппа выступала в Казани и руководил тогда им режиссер Иоаким Максимов-Кошкинский. И уже в 1920 году театр переехал в Чебоксары. Архивные документы и фото, старые афиши, рукописи пьес, режиссеров театра. Вся история Чувашского драматического собрана здесь, в экспозициях музея. Музей был открыт недавно, после проведенной реконструкции. И сейчас прикоснуться к 100-летней истории театра могут все желающие. Вот этот магнитопон раньше и на радио обслуживал, вот таким вот и мы работали. Какого года вот это производство? Это, я думаю, 50-е годы. Из металла, все изготовлено специально для спектаклей. В театре кто тут? Мастера? Мастера, бутопоры. Это из Назаров-Надоле, спектакль украинская. За 100 лет театр поменял немало адресов. Актерам даже приходилось выступать в здании бывшего склада купца Хлебникова. Более полувека назад труппа получила постоянную прописку здесь, на Красной площади. Правительство региона оказывает театру постоянную поддержку. Два года назад за счет бюджета была приобретена современная звуковая и световая аппаратура. Спектакли заиграли новыми красками. Драм-театр независимо от того, что празднует свое столетие, люди создавали самые-самые тяжелые времена. Там и революции, там и денег не было. Просто люди были богатые духом. И делали все для того, чтобы кроме всего того, что было, вовлечь людей в культуру, в искусство, чтобы люди подпитывались вот этой культурой. Это очень важно. Это потому что сплачивает людей, это сплачивает самих артистов. И за эти годы театр наш многому добился. Поэтому есть государственная премия президента Российской Федерации, есть другие премии, награды. Но самое главное, идет процесс омоложения коллектива. Это очень важно. Поэтому я вижу очень хорошую перспективу. В поступившей накануне телеграмме председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал театр уникальным культурным центром республики. В его багаже немало престижных наград. Актеры не раз становились лауреатами премии «Золотая маска». В репертуаре театра порядка 300 постановок. Каждый год не менее пяти премьерных спектаклей. Играю роль Константина Иванова в спектакле «Ялда». Такие большие масштабные спектакли. Это «В деревне» по пьесе Федора Павлова «Ванюка» играю. Ритм, конечно, насыщенный у нас. День проходит с 10 до 2 репетиций у нас. Потом небольшой отдых и вечером 6.30 спектакль. Скажите, а вы сейчас какую роль готовитесь? Я сейчас готовлю роли Ивана Яковлевича Яковлева. Ну, это очень ответственно, конечно. Видите, как волнуемся, собираемся, готовимся где-то. За час мы начинаем с ним готовиться, чтобы у него все получилось. Это еще не последние штрихи. В юбилейный год актеры отправились в гастроли по регионам, где проживают уроженцы Чувашии. Для поездок по стране театру вручили ключи от нового автобуса. Сегодня же за вклад в развитие культуры и театрального искусства актерам вручили почетные грамоты, благодарности и медали, подарок для зрителей, отрывки из лучших спектаклей театра. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Телевизионная версия торжественного вечера, посвященного юбилею Чувашского драмтеатра, выйдет в нашем эфире 10 февраля в 19 часов 30 минут. Продолжение следует...